Наша недельная глава начинается очень интересно. Ваишлах. Когда я перевожу по-русски, я перевожу Яков послал посланцев. Ваишлах это просто послал. Яков послал посланцев. И вот мы сразу встречаемся с необычным комментарием Раши, потому что написано Малахим. Если бы написал бы Шлухим, то мы бы поняли, что это Хаббатские Шлухим, правильно? У Хаббата Шлухим называется, а здесь Малахим. Малахим на иврите означает прежде всего Божьи какие-то посланцы. И мы должны понять, каких же посланцев послал Яков, говорит Раши, Малахим Мамаш, то есть действительно Божьих ангелов, Божьих посланцев. И вот здесь, конечно, говорится, Медрашаба говорит, Малахим Элу Шлухей Басар Вадам. Они посланцы человека, Басар Вадам, это кровь, плоти, кровь, посланцы человека, Варабана Анамрей, Малахим Мамаш. И вот, как бы легко понять, откуда появилось у нас, что это именно Малахим Мамаш, потому что ведь по дороге из Харана в Эрец Исраэль, это уже Перекламет Бет, 32 глава сказано, Ивгубо Малахей Элу Ким. Говорит Раши, Малахей Малахим Шлэрец Исраэль. Бао Ликратоли Лавот Ларец. Таким образом, даже не задумываясь, можно сразу сказать, что в следующем, в общем-то, это другая глава, но в смысле Перека, да, или другая Пороша, Баишлах. Тут мы кончаем, то, что я вам прочитал, это из раздела Ваейцы, рассказывает о том, как он отправился обратно в Эрец Исраэль. Отправился сперва в Харан, потом в Эрец Исраэль. Баишлах это уже приход его в Эрец Исраэль. Ну и вот, как бы здесь мы встречаемся с очень важным и распространенным приемом наших мудрецов. Смехут паршиот. Связь двух разделов, да. Тем более, что здесь очень просто. В начале этого главы 32 сказано, что Яков встретился с Малахей Элу Ким. А в Далле сказано, Баишлах, Яков Малахим. Так что совершенно очевидно, что речь идет об одних и тех же Малахим посланцах, то есть Малахе Элу Ким. Это понятно, да? И вот здесь, значит, написано дальше. Викра шема макомау маханаим. Давайте прочтем немножко прямо из текста, чтобы не быть голословным. Говорят, Михаэль. Нет. Это Малах Михаэль. Махаэль Коэн Гадоль. Явриэль только подходит действительно для борьбы. Но это был Малах Михаэль, потому что объясняет дальше, что он пошел, сказал, что у него наступила его вахта, он должен служить в храме. А кто служит в храме, это Михаэль. Махаэль Коэн Гадоль. Ну вот здесь, я просто читаю эту связь, да. Баяшки Млаван Бабокер, да, проснулся и проводил Якова. Яков Аллах Лидаркова. Ивгумал Акей Луким. Пайумал Яков Кашера Амаханэ Луким Зе. Да икра шема макомау маханаим. Вот вот откуда это берется, да. Почему же называется маханаим, мы тоже знаем, да. Что и маханод. Шелху целарет, шебау и мааткан, вешел эрот Исраэль, шебау и ликрато. То есть мы представляем, да, по-моему, даже до сих пор есть где-то на северном районе эрот Исраэль, есть место под названием маханаим. Маханаим это две маханод. Это около хатцот. Да, ну, наверное, уже назвали это по аналогии из раздела Якова, что и маханод. Да, вот мы узнаем на самом деле, что на границе Эрц Исраэль и Хуслаарец всегда есть какой-то лагерь, малахим. Иногда некоторые люди их видят, некоторые люди их не видят, но это точно. Есть малахим. Малахим, который, возможно, этот лагерь разделен на две составные части. Там есть малахим, который вас берут в белые рученьки и провожает вас в Хуслаарец, охраняет вас, чтобы с вами ничего не произошло. И, понятно, другой сорта малахим, которые берут вас, когда вы пришли в Эрцислаэль. Это как месрат клита, да, который приветствует вас цветами и говорят, молодец, пришел в Эрцислаэль, и понятно, что у малахима в Хуслаарец есть задача охраны, защиты вас, а в Эрцислаэль их задача устроить вас хорошо, найти вам хорошую квартиру, место жительства, работы и все. Поэтому это маханай. И вот если вы не обратили внимание, я прочел этот отрывок довольно спорно, быстро. Почему? Потому что это то, что говорят после Тфилатадерах. Вот обратите внимание, есть, конечно, короткая Тфилатадерах, которые говорят. А дальше надо три раза сказать вот это. Это говорят три раза подряд, поэтому я это помню наизусть. Еще одно мне приятное воспоминание. Если вы знаете, есть такая организация, здесь в Иерусалиме, в Мала-Яду-Мим под названием Маханай. Так вот, я создал эту организацию. Много лет назад, в 88-м году, начался выезд из Советского Союза довольно массивный. И так он продолжался потом, до полного развала Советского Союза. Потом пошли уже десятки тысяч, ну уже были тысячи. И меня заинтересовала идея создать какой-то религиозный центр, как говорят, национально-религиозный. Ционидафи. И вот я узнавал у товарищей, которые приехали уже из Москвы, есть ли такие. Вот сказали, есть группа профессора Дашевского, они примерно соответствуют твоим устремлениям. Вот я, когда они приехали, я установил с ними связь и создал вот эту организацию Маханай. В смысле, сформировал, обеспечил бюджетом. Потом это, как всегда, вы знаете, есть два рода людей. Одни умеют создавать, а другие умеют управлять. Так вот, у меня получилось создать, а управлять у меня не получилось. Ну, тем не менее, это мне что-то напоминает. И мы звонили тогда в Москву и спрашивали доктора Дашевского, как он хочет назвать эту новую ешиву. И он сказал Маханай. Очень правильно, да? Что вот часть еще этой группы оставалась в Галуте, в Москве. Часть уже была в Исраиле, начали заниматься. И по краше Макомагу Маханай им еще Адхаки Витьяку. Вот, тем не менее, когда мы здесь встречаемся с Яковом, мы видим, что с ним происходят все время необычные вещи. Встречает Малахим. И понятно, что не все люди способны видеть Малахим. Это какое-то особое его состояние святости, что он увидел этих Малахим и общался даже с ними. Вот, ну, с нами такого, как правило, не бывает. Вот, и мы видим, и мы помним Якова, который, как бы, первый его шаг, когда он выходит из Берешевы, он сразу видит этот чудесный сон с лестницы Якова. Да, как видно, что действительно человек, который находится на уровне между физическим и метафизическим, между материальным и духовным. И, да, ну, потому что сказано действительно, что в Яков, помните, когда говорится про Исава в самом начале, когда повествуется о этих двух братьях, Исав, он ишцайт, ишхалак, оевцайт, а Яков, ишеба, оалим, да, и говорит, что это за оалим, это напоминает махана им, да. Оалим, это, значит, два шатра. Один, это уламазев, а другой уламаба, постоянно находится в двух, способен находиться в двух местах. Это, поскольку мы потомки Якова, это и характеризует нас, что мы способны заниматься духовным, и вместе с тем и материальным тоже, и в том другом случае мы приспеваем. Я хотел несколько вернуться на это важное место, как мы все знаем уже, что Яков Амину установил для нас обязанность молиться Аравит. Правда, потом в Геморее есть обсуждение, является обязанность Аравит Ршут или Хоба, или это как бы вопрос свободного решения, или это обязанности. Но те, кто считает это обязанность, в любом случае отталкиваются от этого первого эпизода, который мы встречали уже в разделе Ваейце. Там это то, что называется Сулам Яков, вот это лестница Якова. Но вот я, особенно по аналогии того, что здесь снова говорится, в Ивгубу, Малахей и Луки. Вот Ивгубу, Малахей и Луки. Знаете, что слово Блия, вот это уже несколько экскурс в Иврит. Левгуа, на самом деле, это нанести ущерб, удар, да, это не очень хорошее слово. Вот примерно такое действие, пага. Пага у барах есть такое выражение, когда кто-то совершает автокатастрофу, значит, это что машина наехала на другую, врезалась в другую машину, и вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим, к тому же еще убежала. То есть это двойное преступление. Совершил катастрофу и оставил людей без помощи. Вот это слово пага. Если вы посмотрите в словарь, в толковый словарь, как правило, у нас распространен словарь Эбен Шошан. Эбен Шошан – это автор, знаете, Эбен – это камень, Шошан – это роза. Как это на Ивеш звучит? Розенштейн. Розенштейн сделал себя Эбен Шошан. И вот он там пишет, что пага это наткнулся неожиданно. Поэтому это мне помогает действительно вернуться на начало вот этого чудесного события, которое было, когда Яков вышел из-за Бер-Шевы, пошел в Харам. Там тоже сказано – Ваевгабы Маком. Это у нас Перек Кавхет, послух Юдалов. Вы, кстати, скажите, ну извините, а зачем он занимается сейчас в Айце? У нас сейчас в Аишлах. А как вы знаете, у нас нет хронологического порядка в Таре. Все связано, надо все знать, уметь все это как бы охватывать как одно единое целое. Это не то, что сегодня один урок – другой урок. Это весь кусок, Таране делятся на составные части. Поэтому я позволяю себе это право посмотреть в Юдалов, Кавхет Юдалов, глава 28, скажем, страфа 11. Тоже сказано – Ваевгабы Маком. Вот здесь у нас сказано – Ваевгабы Маком. А здесь прямо понятно, что здесь он наткнулся неожиданно. Вдруг он смотрит, что здесь есть на входе в Эрот Исраэль, есть целое становище Малахим, которые тебя берут под белые рученьки и говорят – молодец, что ты пришел в Эрот Исраэль. Мы о тебе позаботимся. А здесь что это за такое Ваевгабы Маком? Здесь, как ни странно, перевод говорится в том, что в этом месте Якова в ину молился. Откуда мы это знаем? Мы действительно, если мы посмотрим в словаре, в этом толковом словаре иврита, мы увидим, что второе значение – молился. И даже молился не просто так, а настойчиво молился. Как говорят, есть такое ивритское выражение – «Мавакешатха бемавгия» – «Я тебя очень прошу». И то же самое характер молитвы, когда самая «Мавакеш бемавгия» – «Очень сильно прошу». Что же произошло там, мы видим, да? И откуда у нас получается, что Якова в ину молился там в вечернюю молитву? Вы, наверное, это уже изучали, но, как мы знаем, повторение мать учения. И что там сказано? Вот сейчас я это посмотрю. Секундочку. Поскольку мы в геморе учим как раз все вопросы молитвы, поэтому я связываю, никогда не бывает так, что учим одно в геморе, а другое в таре. Всегда это очень близко связано. Он сказано от слова «малон». Как вы знаете, «малон» происходит от слова «лалун» – «ночевать». И заночевал там. Там у него был бы ик «малон». Почему он заночевал там? Кеба-шемеш. Да? Пришлось солнце. Это мы уже учили в Масехат-Брахот. Кеба-шемеш – это совсем не значит, что пришло солнце. Слово «ба» нам известно. Но в геморе мы уже объяснили в Масехат-Брахот, нам объяснила гемора, что «ба-шемеш» – это как раз солнце зашло. Откуда «ба» ведь это пришло? «Ба-ла-бо» – это один из первых базисных глаголов, которые мы учим в Ульпане. Как же это может быть «ба-шемеш» зашло, нам сказать «шака-шемеш», «аллаха-шемеш». То есть написано «ба-шемеш». Объясняется очень просто. Солнце, когда мы стоим у моря и смотрим, как солнце заходит, оно куда-то заходит и куда-то приходит. Поэтому мы не можем говорить «она уходит от нас», но куда-то оно приходит в другое место. Так что мы воспринимаем движение солнца не какое-то частное явление, которое существует только для нас. Оно всеобщее, поэтому оно уходит от нас. «Убали маком ахер» и приходит в другое место. Поэтому слово «ба-шемеш» значит «солнце зашло». И поэтому я вам хочу просто показать, как Медраж, как наши мудрецы анализируют текстуальный анализ, вот это оказалось бы довольно незамысловатого текста. Говорят «ба-ба-маком», ага, значит, здесь понятно, что здесь неожиданно наткнулся на какое-то место. «ба-ба-ба-маком» – это значит, что он неожиданно наткнулся, значит, что-то произошло. А что потом дальше произошло? И заночевал там, да? Почему? Ну, наткнулся на место, скажем, даже пучил какой-то ушиб, оправился, отвлекнулся и пошел дальше. Почему он там заснул? «ба-шемеш» – оказывается, произошло еще одно неожиданное событие. Вдруг зашло солнце. То есть, понятно, что здесь оба события связаны. Наткнулся на это место. Как только он наткнулся на это место, солнце зашло. То есть, понятно, что оно зашло не по правилам. Оно не должно было еще заходить. Понимаете? Тональность этого предложения понимается нашими хабзалами, нашими мудрецами, как описание какого-то непредвиденного развития событий. «Уба-шемеш вьелэн-шам киба-шемеш» Сказано, потому что зашло солнце. Почему Тора находит необходимым обосновать, что он заночевал там? Ну, за чего он сочевал, понятно, да? А сам, надо сказать, Тора объясняет нам, потому что зашло солнце. Понимаем, что это было неожиданно. Солнце зашло неожиданно. И поэтому из этого вырастает весь этот мидраж, который мы читаем у Раши. Что же там произошло? Я просто вам читаю это, потому что действительно Яков в этом смысле и у нас в нашем разделе. В Аишнах снова у него такие необычайные события. Встречился. У Ицхака в этом смысле меньше было каких-то необычайных явлений Яков. С самого начала. Все время у него в Малахим какие-то события. Говорит, смотрите, говорит Раши. Я вам читаю сразу по комментаторам. Вы меня извините по этой книге. Все легче понять. Луис Киракатол Бейзамаком Пага. Бейвгабы Маком. Надо было сказать, что это за место. Какое географическое место. Айвгабы Маком, это значит... А что, как многие знают, что такое Маком безотносительно к географическому месту. Это другое имя Ашема. Как говорят, он место для всего. Если вы знаете одно название Ашема, мы говорим Ашем, Адожборуху. И мы говорим еще Макома, место. Ашем это место. Он место, которое вмещает всех. Он, ему нету места. Он сам есть место для всего. Поэтому, когда здесь понимается, что не сказано имя этого места. Нет, это не Бетель, не Харам, не что-нибудь другое. Понимается, что он наткнулся на какое-то божественное присутствие. Бейвгабы Маком наткнулся на божественное присутствие. Как сказал уже, какие необычные вещи происходят с Яковом. Лоис Кера Катол Бейзамаком Пага. Эл Амар Бамаком. Бамаком. Причем сказано Бамаком, если вы читаете в полном тексте, там написано Патах. Бамаком. Имеется таким образом, как вы знаете, есть Б, может написаться со шва. Бамаком. А Бамаком имеется в виду, что Б пришло взамен Хей определенного. Бхамаком. Совершенно определенное место. Вот так, как бы, я показываю скрупулезность анализа мудрецами всего, что написано в таре. Ко всему, что написано в таре, мы относимся очень внимательно и аккуратно. И ни одно слово, и ни одна, как мы говорим, некудот, да? Ни одна пунктуация не случайна, а всегда она обослована. Поэтому, ну, на самом деле, говорит Тура, говорит Раши, что это Амаком. А где находится у нас Амаком? Амаком находится, Ашем пребывает на Арамурия. Поэтому они говорят, что это Арамурия. Ну, не обязательно, да? В целом видно, что Ашем, что Иаков столкнулся с совершенно необычным явлением. Нечто, что он не предвидел, что у него встретится на пути. И вдруг он, опс, и столкнулся с этим местом. И тогда вступает в действие второе значение слова «ливгоа». «Ливгоа» – молиться, и там он молился. Вот смотрите, какой превосходный, я не могу удержаться от того, чтобы вам не прочесть этот весь прекрасный мидраж наслаждения. Говорит так. Вот видите, как раз Большит Раба первое говорит. Вот это место, где мы узнаем, что здесь он установил филатаравит. Второе значение здесь. Поэтому как бы обыгрывается в этом посылке «Перекавхет» посылка «Юдалев» два значения «Ваевга». Первое «Ваевга» – это показывает нам неожиданность. Да, наткнулся, да? Как я сказал, в аварии, по «Гаубарах» наткнулся. И сразу же второе значение поступает. А что он делает, когда он наткнулся? Он молился. Молился иступленно, как говорят по-русски, истово, с большим напряжением. И это тоже относится к понятию «Левго». Ну, правда, это второе значение. Но здесь оно, да. «Вид палель литмах лиламдыха шекапца луарец кмошему фураж беперегида нашей». И вот здесь, как мы знаем, основная бдраша находится «Масехет Холин» на странице 91-й, второй оборот. И там сказано так, что же произошло. Дальше мы сейчас будем читать встречи уже в нашем разделе «Ваишлах», когда сказано, что после того, как Йоков Амину встречался с этим Малахом и победил его, сразу сказано «Визрах Ашемеш». И там говорят, что значит «Ашемеш светило» – это какое-то обычное явление, смена дня и ночи. А когда сказано «Визрах Луашемеш», имеется в виду, а солнце засветило специально для него. То есть здесь оно произвело какое-то особое действие именно в отношении Якова Амину. И как мы потом увидим, что за действие оно совершило, это солнце. Оно излечило Якова Амину от хромоты и от того ущерба, который нанес ему Малах и Сава во время схватки. И то же самое мы это берем по параллелизму с вот этой первой историей. В Киба Ашемеш зашло солнце. Что это зашло солнце? Значит, зашло только для него. Из этого всего, смотрите, я хочу привести все эти моменты. Неожиданная встреча с чем-то, которое называется маком. Неожиданная заход солнца. Смотрите, какие события здесь разворачиваются. Все необычно. Человек шел, вдруг наткнулся на какое-то место. Место какое-то метафизическое, непростое какое-то место, как, я не знаю, Жмеренко или Бердичев. Какое-то место, которое называется общим понятием. То есть метафизическое понятие. И после этого вдруг заходит солнце. Представляете, что такое? Что происходит? Поэтому нет, как бы не остаются у мудрецов возможности, как только сказали, что здесь произошли какие-то особые надземные события. Потом говорят, Для Якова Авину солнце специально заходит и восходит, только для него. Заходит оно для того, чтобы он остался там на ночь, чтобы он мог бы молиться. И, как говорит рабин Ахман из Братслава, говорит так. Почему вдруг Якова Авину увидел эту лестницу, которая стоит под ножью, упиряется в землю, а вершина ее доходит до неба? Потому что он молился. Потому что он молился. Если вы хотите, чтобы с вами произошли подобные вещи, надо молиться. Будете молиться, возможно, вы удостоитесь вот такого видения. Кто-то, никто не видел во время молитвы такие события. Значит, надо продолжать молиться. Знаете, я вам хочу сказать тут одну такую важную вещь. Вот мы говорим молиться. Ну, мы стоим, я не знаю, как вы молитесь. Обычно люди молятся, говорят какие-то слова. А вот у нас на самом деле, какое есть главное указание, которое нам учит Давид Амелех в своих псалмах. Он говорит, Шивити представляю перед собой постоянно Ашема. И это написано, как правило, вот Амудат Филар, там, где боится Шалех Цибур, Ашкин Азимов, безусловно, так. Там, посмотрите, написано Шивити Ашем. Шивити, значит, представлять? Представлять себе, да. Какое слово? Лешавот. Шин, баб, гей. В пароде Пиель, Лешавот. Лешавот представлять, да. Можно разобрать это более сильно. Посмотрите в словаре. Значит, таким образом, поэтому сказали в Аллахе, что перед Шалехом Цибура должно быть это написано. На самом деле, каждый человек должен во время молитвы представлять себе, что он, перед ним стоит Ашем, и он с ним разговаривает. Не просто какие-то слова, которые ты говоришь по книжке. Эта книжка, она просто для тебя как руководство, чтобы ты знал, чтобы ты не спутался, и говорят те слова, которые нужно, и чтобы они были направлены Шивити Ашем. Вот я был в нескольких синагогах, правда, в США, но там как бы люди в Галути, поэтому они больше вкладываются в эти вещи. Правда, у некоторых людей прямо, на столе, где они молятся, стоит вот это Шивити написано. Шивити, да? Потому что написано, и потом мы будем учить у Рабиуда Леви в книге Козыря. Он говорит, обязанность человека во время молитвы представлять себе, что перед ним стоит Ашем, и с ним он разговаривает. И тогда, возможно, вобуты какие-то явления, потому что видно здесь, это мучает нас Якова Вину, да? Он вейт-па-лель, да? Вейт-па-лель. Вейт-па-лель. Он вейт-па-лель-шам говорит, да? И что значит после того, как он вейт-па-лель, тогда он увидел этот сулам, увидел это великое явление с Малахим, и Ашем стоит над ним, и прочее, прочее. Вот видите, какой великий урок, который здесь нам преподнесла Тора, например, Якова Вину. Молитесь, молитесь, причем не просто читайте слова, а представляйте себе постоянно, концентрируйте свою мысль на том, что вы обращаетесь непосредственно к Ашему, и тогда он будет разговаривать с вами, будет общаться с вами. Ну, я не буду вдаваться теперь в этот анализ превосходной страфы 11-й. На досуге еще раз посмотрите. У вас есть хорошие комментарии, особенно Рабанит Фримегурфникель. Она там объясняет это в Араши, так же, как и здесь. Что там произошло? Великое событие. А мы все-таки вернемся к нашему разделу, к Якову. Теперь Яков, скажем, до того, как мы дойдем до встречи, совершенно тоже необычной встречи, с Яковом происходят такие необычные вещи, представьте себе. Постоянно Малахим, да. Правда, говорят, вы знаете, сказано, когда цара прогнала Агар с Ишмаэлем, да, и она там была в пустыне, и сказано, и она увидела Малаха, который искал, где находится источник вод, да, и говорят, это Гоя такая, да, и цара ее прогнала, и чего она вдруг видит Малахим? Отличает, она была привычна, потому что в доме Авраама Абину постоянно были Малахим, да, ну, как мы знаем, действительно, мы знаем точно ситуацию, когда пришли эти трое Малахим, еще Ашем, да, очевидно, это было постоянно, поэтому, поэтому, как я говорю, здесь у нас прямо конкретный пример, насколько Яков постоянно находится в окражении Малахим, да, это как эта иллюстрация, я говорю, что он, Ишебу Алим, живет в двух мирах, в двух измерениях постоянно, да, но оказывается, понятно, что это все еще идет у него, вот, Абрама, Абрама, как и Якова. Теперь мы сейчас придем к этому, но здесь есть очень важный момент встречи, когда говорит, я говорю с вами сейчас, Пасук Ламет Бет, извините, Перек Ламет Бет, 32 глава, Пасук Хей, да, что он говорит, встречает, передает, как бы, наказ, как надо, шлухим этим, Малахим, как самое, надо говорить с Исламом, я, конечно, спрашиваю так, но Исаф-то, он не видит Малахим, это Яков увидел Малахим, а Исаф, как он поймется с ним говорить Малахим, ну, как мы знаем, уже на примере Абрама Абину, Малахим имеет способность, да, очень часто это бывает, претворяться людьми, да, то, как ты можешь проверить, это Малаха или нет, дай ему есть, да, дай ему обильную пищу, и если он начнет есть, ну, так, чтобы не раскрыться, но его это, мучительно для него, да, то, значит, уже это Малах, или у него же лудочное заболевание у какого-то человека, тоже, мысли он ест и мучиться, вот, теперь, значит, до этого он наказывает Малахим, что сказать, что сказать Исаву, Исаву там приказал от слова Цибуй, Леймор, Леймор, Кот Амрун, Адуни, Лейсав, Ко Амар, Абдехайяков, Имлаван Гарти, Ве Хэр, Адата, Ве Лишура, Ве Хамор, Витсу, Виталя, Что он говорит этим? Так если перевести на обычный иврит, Гарти, Лагур, мы это знаем, да, тоже базисные слова в иврите, в Ульпане мы учим, Лагур, Гарти, Гарти, но наши мудрецы здесь говорят что-то другое, да, что он говорит, Якова Вину передает Исаву просто какие-то свои истории, он сразу в этом вкладывает большой смысл, понятно, что человек, который постоянно общается с Малахим, ничего просто так не говорит, всегда это нагруженная информация, он говорит, Гарти, Луна Асити, Рашим объясняет на основании Медра Штанхума, Луна Асити, Сар, Вехашув, Элагар, Эйнха, Кедай, Леснототи, Альберката, Виха, Шеберхани, Абегвир, Ляхиха, Луни, Каэмби, вот что он говорит, почему, Я жил у Лавана, и знаешь же, он говорит, что мне было не сладко там, как мы знаем, Гар имеет второе значение, Гер, да, как говорит, Ашема Брит Бейн Абатарим, Авраам Авину, Гер, Езараха, Бар Слолахем, да, Гер это, Гар это слово Гер, проживающий, не постоянный, да, постоянный это Израх, а временное, как у нас здесь, на Министерстве внутренних дел, и дает временное право на жительство, это Гер, он говорит, я был просто Гером у Лавана, да, и я, говорит, жил несчастной жизнью, ты меня не должен ненавидеть, надо понять, что при этом еще у Якова большая проблема, потому что Иса, какой он был нехороший, но он успел выполнить две главные митцвы, какие две митцвы он выполняет, когда он был в Эротисраиле, во-первых, еще в Эротисраиле, он был настоящим сионистом, он не оставлял Хуц, не уходил в Хуц-Ларес, Якова оставил, ушел в Хуц-Ларес, да, а второе, это то, что он все время был с отцом и с мамой, и ухаживал за ними, да, таким образом, действительно, у него есть проблема, вот, и заодно он снимает напряжение, как мы видим, он говорит, я работал у Лавана, да, я там, я был чужаком, и он меня притеснял, поэтому, как видишь, пока что, он говорит Раши, на основании Медраж Танхума, все брахот, которые ты думал, что я у тебя украл, и тебе причитались, что ты, самое сказанное, хавэ гвир ля хиха, да, ты будешь начальником над твоим, над твоим братом, он говорит, это не реализовалось, да, конечно, это, как бы, я не знаю, как это, Медраж Танхума пишет это, как же так, это получается, что Яков селяет сомнение в значимость брахот, который дал ему Исхак Авину, да, ты знаешь, вот, по сути дела, что он говорит здесь, в этом посылке, hey, все, что мне Исхак Авину благословил, на самом деле, это были просто слова, ничего, ничего реально не произошло, да, ты мне не должен, не мне должен завидовать, завидовать, ты жил здесь, в Исраэль, ел белые булочки, у тебя было все хорошо, а я жил у этого негодяя, Лавана, он меня притеснял, да, поэтому он говорит, продолжает, продолжает Медраж и говорит, помнишь, Эль Сабушка, что папа сказал, бейтен лха и луким, метал ашамай, мишмане арыс, да, с тебе ашем, росу небесную, и туки земные, да, вот, а не энь бияди, ахадме, я, говорит, я пришел с живностью, с каким-то мелким скотом, хамор ве цор, цон, да, даже и буков не привел, да, то есть видно, что, в чем, говорит Медраж, было богословение, что ты, Яков, будешь жить на земле, и у тебя будет плодородная земля, и будут у тебя осадки выпадать, он говорит, смотри, ничего я не привел с собой, мешки с зерном, ничего подобного не реализовалось, да, я говорю, вот, у меня есть только какая-то мелкая скотина, какая-то пятнистая, все, что у меня есть, да, он, конечно, прибедняется, не случайно, для того, чтобы это, как бы, показать, ну, для меня это определенная трудность, как я думаю, и для вас тоже, как же так, звучит примерно, что Якова Абину говорит, вот, то, что меня отец благословил, это не реализовалось, мне нечего, мне завидовать, и на самом деле он прав, в какой, в какой части, потом это реализуется, потом это реализуется, как, это тоже очень важный урок для нас всех, что все, что Ашем обещал, да, не обязательно, что это сразу будет, тот же самый момент, вот он придет, творит Исраэль, он победит, Айсава, он показывает, что его броход были не случайны, все благословения, которые ему дал отец, они реализовались, теперь начнутся, варь, специально начинает реализовываться, теперь, и здесь еще, по ходу дела, несколько вещей, которые я хочу набрать, чтобы не перескакивать так, из-за, из-за одного, поскольку в другое, вот здесь, Гемара, Медраж, задает нам тоже сложную проблему, говорит, в том же, в том же, Пэр Экламет Бет, Пасук Юд, говорит, Вайомер Яков, Элуке Ави Авраам, Элуке Ави Исхак, Ашем, Хаумер Элай Шу, Ля Арбцеха, Лимудададха, Вейти Вайимах, да, он, это его молитва, Якова, уже не тогда, когда он наткнулся, по дороге в Харан, обратно, когда он найдет, он говорит, идет, он боится действительно, что у Исавы есть так много митствот, Кибудава Эм, Ишу Верет Исраэль, а у него ничего нету, и поэтому он просит у Ашема защиты, но то, что интересует наших мудрецов, какими именами Ашем он пользуется, да, это тоже для нас большой урок, да, какими именами он пользуется, что значит имена, которыми он пользуется. На это обращает внимание Раши, Раши на основании первоисточников, говорит Раши, Лаалану Омер, до этого, в Перекеламет Алеф, когда он говорит с Лаваном, он не говорит, Элуке Ицхак, он говорит, Паха Дицхак, страх перед Ицхаком, Лаван, ты хотел меня уничтожить, ты хотел забрать у меня моих детей, и только Паха Дицхак, страх перед Ицхаком, остановил тебя, но что он имеет ввиду, страх перед Ицхаком, страх перед Элуке Ицхак, боялся Бога Ицхака, поэтому одно из малоупотребляемых значений Ашема, это Паха Дицхак, поскольку Ицхак, как мы знаем, это выражение силы, это выражение гвуры, а самоносительным его является не сам Ицхак, конечно, а Ашем, поэтому одно из значений, когда какой-то злодей боится, он боится Ицхак Авину, Паха Дицхак, после этого он говорит, а здесь мы смотрим, он говорит, понятно, Элуке Ави, Элуке Ицхак, почему раньше он говорит Паха Дицхак, а здесь он говорит Элуке Ави Ицхак, мы читаем с вами внимательно, и обращаем внимание на то, что один раз он говорит Паха Дицхак, а здесь он говорит Элуке Ави Ицхак, и мы как исследователи сразу ставим вопрос, почему поменял название, А дальше, если у вас перед вами был бы текст, мы говорим, он говорит Тора, Ашем, Ютке Вавке, это самое страшное, секретное слово Творца, тоже примено здесь. То есть, таким образом у нас возникает три вопроса. Первый вопрос, когда мы читаем этот послуг, почему от Паха Дицхак он называет Элуке Ави Ицхак. Второй вопрос, это почему он говорит, употребляет имя Ашема. И я бы сказал, третий вопрос, почему он связывает это имя Ашема именно с указанием вернуться в Эрфис Фраэль. И все это в молитве, которую Яков Абин обращает к Ашему. Вот такой анализ. Значит, как уже сказали, вот Мауша Хазарби, Искир, Раши говорит, из чего это он вдруг упоминает Шамамюхад. Шамамюхад это Ютке Вавке, имя Творца. Айла Лихтова, Аумер Элай Шувляр Цеха, просто сказал, тоже самый Элуке Ицхак, Бог Ицхака. Как мы уже сказали, что вообще-то не принято, Ицхак был в живых, поэтому не принято говорить Элуке Ицхак о живом человеке. Он может говорить Элуке Авраам, возможно. Надо разбираться, жив был или нет. А Элуке Ицхак, он еще при жизни, как он это может говорить, это тоже надо понять. Вот объяснение, говорит Раши, почему эти два имени, которые употребляются, что недостаточно было сказать Элуке Ицхак, он мне сказал, он мне обещал, что он меня будет охранять в дороге, и он мне потом сказал, все, теперь пришло время возвращаться. Он говорит, вот в чем дело. Когда Яков Авину обращается к Ашему с этими двумя именами, он на самом деле напоминает ему две ситуации разные. Одно это обещание, когда он вышел, вот после этого столкновения у Пагабы Маком, отправляется в Халан, он дает ему первое обещание. И ты мне сказал, что ты меня будешь защищать, а сейчас я встречаюсь с Исавом, и вот теперь я нуждаюсь в выполнении, чтобы ты выполнил это обещание, которое мне дал, как Элуке Ицхак. А там, на самом деле, таким образом мы вспоминаем, что было два прямых разговора с Яковом Авину по дороге и у Лавана. Первое обращение было от имени Алухи Авраам и Алухи Ицхак, то есть от имени Працов, Бога Працов, Бога, Алухи, Авраам, Ицхак. А второе было от имени Ашема, да, если мы, считай, почитаем, перед рекламой дали в послуге, там сказано, Вот почему здесь Яков Авину, когда он обращается с двумя именами Ашема, что он подразумевает? Он подразумевает два разных обещания или гарантии, которые дал Ашем ему вот в этой ситуации. Когда он шел в пути, и он сказал, что я прошу тебя, Ашем, чтобы ты бы меня охранял, Ашем ему сказал, от имени Алухи Авраам и Ицхак, что я буду сохранять себя. Поэтому обратите внимание, что упоминание двух имен соответствует, на самом деле, упоминанию двум разным указаниям или обещаниям. Первое обещание – это защищать его, а сейчас он сказал, когда он обращается к нему именем Юткей Вавкей, четырехбуквенное имя, как говорят, он не просто называет это имя, а за упоминанием этого имени стоит упоминание о том, что ты мне сказал Юткей Вавкей, чтобы я возвращался в Ратисай. А сейчас передо мной стоят полчища Исава, я нахожусь под угрозой, как же ты мне сказал, чтобы я пришел, а ты поставил меня в такую ситуацию, ты должен теперь, поскольку ты мне сказал прийти, ты должен меня защищать. Вот и тут, конечно, дальше этот анализ не продолжается, но мы можем, наверное, сказать, что когда речь идет о возвращении Эр от Исфаэль, должно появляться вот это непроизносимое имя из четырех букв Юткей Вавкей, потому что это место пребывания Шемы, как мы говорим, здесь находится Шхина. Теперь, когда Всевышний приходит к Машине, Машине хочет брать на себя миссию, он говорит, что сейчас среди отцов, и Всевышний говорит... Этим именем я тебе не раскрылся. Да, как же так? Там имеется в виду другое, да. Вы знали меня под видением Ильшадаря. Ну, а потом говорят мудрецы, а мы говорят, ну как же так, говорят мудрецы. Он говорит, до этого ты появлялся с этим именем Юткей Вавкей, как же он говорит, что только сейчас я тебе раскроюсь. То есть он говорит, это имя Юткей Вавкей означает еще одно значение, выполняет неукоснимо то, что обещал. Если вы сказал, то оно точно так будет. Таким образом, в этой сцене это значение, что это точно так будет. Здесь, как бы, это более частное значение. Ты мне сказал, прийти в артисторе, тоже, конечно, имеет такой оттенок. Но мы, исходя из того, что вы очень правильно сказали в сцене, во дворце фараона, когда он говорит, в лонодати, лаэм, там объясняет, но лонодати не раскрылся в форме в своем значении. То есть очевидно, есть какая-то разница. Теперь мы посмотрим это интересное событие, которое здесь происходит. Встреча с Малах и Сава. Теперь, во-первых, есть еще такое интересное выражение, когда Яаков возвращается, ведь эта вся встреча произошла у Яакова после того, как он перевел все свои имущества и все свои стада перевел уже на ту сторону Ярдана и снова вернулся зачем-то. Непонятно, зачем он там, зачем он остановился. И поэтому мы все знаем это выражение, что у него остались какие-то небольшие баночки. Пахим ктаним. Обратите внимание, пах на иврите означает жесть. Но там пах с кафом. Пей каф. Пах имеется просто какие-то глиняные горшочки, очевидно. И это не написано в Таре, обратите внимание. Это говорят наши мудрецы для того, чтобы сказать, и там мы это учим, когда говорят, что какие-то пахим ктаним, что Яаков ничего, хотя он был человеком духовным, но тем не менее он не пренебрегал своим имуществом. Знаете, как обычный человек духовный такой, он самый непричесанный, непомытый, как у нас принято богема, богема такая, живет в мире стиховом, в мире всего. Нет, Яаков снова был двухуалим, жил и в этом, и в том мире, и поэтому он заботился о всех своих, даже мелких каких-то ценностях. Это как бы открывает, конечно, это слова хазаль, это не слова Тары, но тем не менее, как вы знаете, говорят, что это было, да, вот, говорит, это у нас, сейчас мы пришли, перекламет бет по-прежнему, срафа кавэй, вейватер Яков левадо, говорит Раши, шахах пахим ктаним вехазара легем, да? Казалось бы, у него же не было причины, и, может быть, вполне, это у нас какой источник здесь, это Масехет Холин, Гимара Холин, царь Ялов, говорит, Амар Абелязар, шиништеэль, аль пахим ктаним, да? Это он Гимара говорит, Абелязар, а почему он вернулся? Он переправил уже через Ябок все свое имущество, и вместо этого он, как бы, вдруг возвращается, ради чего я бы сказал на месте того же самого рабе Элазара, передайте ему Элазар, что надо было сказать, что он вернулся обратно для того, чтобы встретиться с Малахом Исава, да? А вместо этого он говорит, рабе Элазар, ну, это как бы, Масехет Холин, Рабе Элазар, это Амура, да? Рабе Элазар даже не Тана, он говорит, наверное, что-то такое маленькое осталось, ради этого он вернулся, непонятно, да? Почему? Казалось бы, здесь Гимара и Амура, Элазар, один из первых Амураим, творцов Талмуда, мог бы сказать, что он вернулся для того, чтобы встретиться с Исавом. Но сейчас у меня есть такое, какое-то небольшое, как бы, просветление, это мой пируш, когда, я бы сказал так, когда Яаков пошел ради каких-то мелких вещей, чего-то такое маленькое забыл, сказал Малах Исава, а, он мелочный человек, его интересуют маленькие какие-то материальные вещи, вот здесь мы его и подхватим, да? Поймаем его на каких-то мелочах, но это так, это отебятина. 25 глава, Боеватер Яаков, потому что там возникает вопрос, почему Яаков действительно подставил себя, да? У него там все стада, у него там это его челядь, все, он должен был быть со своей семьей, со своими людьми, и вместо этого он намеренно возвращается обратно в Ябок, посмотрите это на карте, это действительно один из притоков Иордана, зачем он там искал? А как знает правильно слово Иватер? Боеватер от слова Нотар, Меютар, горень глагола, Я, Юд, Тав, Реш, Меютар лишний, да? Нотар остался, Ютер, как Ло Ютер, это все из того же, да? Поход Уютер, это из того же самого глагола. Да, не остался, да? Есть много значений, как мы говорим, Иватер, это также уступает, да, можно раскрывать это дальше, в любом случае, да, и поскольку мы сейчас близки к Хануке, то говорят, а там же, как вы помните, в Хануке весь, как бы чудо было в то, что нашли какие-то пахим ктаним, именно вот в таком же самом выражении, один пах-катан, какой-то пах-шемен, да, обратите внимание, пах это не схет, пах это, схет это жестянка, а пах, с кафом, это означает глиняный кувшинчик, какая-то амфора, которая в то время была главной посудой, да, и там говорят, вот, как бы, то, что Яков Авину еще нес с собой, какое-то святое масло, которое было со времен Яков Авину, это то, что нашел, потом, потом нашли Макавеи, в Святая Святых, остались там пах-катан-шемен, маленькая, то же самое, да, это, это, комментарии на, на слова, когда рассказывается о Макавеев, что они нашли у Хашманаим, что они нашли там, как мы знаем, о Яваним, они осквернили все масло, как мы знаем, тоже, как, то же самое, что мы употребляем в отношении вина, что если открыл не еврей вино, мы подозреваем, что он открыл, и он плескался там осадками вина, да, как все вины, в хорошем вине есть осадки вина, и была такая вода зара, тоже, как подозревают, как Яков Авину подозревает этих трех путников, он думал, что это арабы, и что они шли босыми, когда они идут босыми, они поднимают пыль ногами, и это у них вида вода зара, так же и здесь, когда берет человек, была такая вода зара, берет бутылку с дрожжами, винными, да, он ее так немножко подвигает, это у него какое-то служба, как бы, я не знаю, как бы, можно раскрыть смысл этого странного служения, называется вода зара, так вот, в Иваним, было там много масла, но они передвигали эти кувшинчики, да, то есть, понятно, что там был склад какой-то бейтамикдаши, когда Иваним разрушили бейтамикдаш, они обнаружили склад масла, оливкового масла, которое было подготовлено для того, чтобы помазать мелаха-машиаха, коэна-гадоля, и для того, что используют зажигание светильников в бейтамикдаши, все это они, из-за того, что они это двигали, все это осталось, уже это стало некошерным, единственное, нашли в кодыш-кадашим, святая святых, нашли там вот этот пах, один пах-катан, которого они не тронули, и из этого пах-катана прошло большое чудо, огонь, который светил восемь дней, так что вот, можете провести эту интересную параллель, это какая-то дроша, но здесь, вот что, теперь, я как любитель лексического анализа, сказано так, значит, вот, произошла эта встреча, это тоже, произошла эта снова встреча Якова Авину в послух кафе, сказано, вот даже есть такие песни, я думаю, семейство Розьель, известные барды такие, знаете, еще сочинили очень много интересных песен современных, вот, ну и понятно, я уже сказал, Баеватер Яков Львадо, это, как бы, все комментарии проистекают из того, что, говоря, а почему он остался, Львад, понимаете, я просто хочу вам показать ход мысли наших мудрецов, когда сказано, он остался один, естественный вопрос, почему вдруг, да, он всех переправил, да, обычно глава семьи должен быть главной части семьи, он их опекает, и все, и вдруг он остался один, вот, я не знаю, нашли только в Геморе Масахат Хулин только одно объяснение, что он вернулся, потому что он забыл какие-то пахлим ктоним, но в самом деле мы знаем, что он вернулся и для того, чтобы сразиться с Малахой Сава, откуда мы знаем, что это Малах, сказано, в Явек иш, 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 да, человек, говорите, Малах, это был иш, да, и это снова анализ, просто говоря, как всегда, это частотный анализ, откуда поняли, что иш, это именно Малах, провели частотный анализ, в каждом месте, где в Таре говорится, иш, человек, без указания имени, да, это всегда имеется в виду, человек с большой буквы, да, как какой-то Малах, и еще дальше, в Явек иш, вот Павел знает иврит, а, и Явек, на Авак, авак, Лявек, бороться, правильно, Итавкут, самая классическая борьба называется Итавкут, вот, но это придуманное слово Итавкут, потому что здесь, когда мудрецы сталкиваются со словом В Явек, они говорят, мы не знаем, что это за имя такое, что оно значит, что это глагол, это значит, да, поэтому здесь есть целый спор для того, чтобы найти значение этого слова, это, Масеха Тавуда Зара, трактата Тавуда Зара, страница Гимель, говорится так, «Раби Хама Барханина Амар, сароша лисавая», да, то есть, видите, это все как бы по словам Гимары, да, это Митраш Раба, «Гу, бе-хаве Амарлея, кен раити панеха, кирот пнеелуким», он говорит, откуда я знаю, что, откуда говорит, «Раби Хама Барханина знает, что это был Малах», потому что в ходе борьбы, в поистечении борьбы, Яков Абину говорит, «Я видел лик твой, как будто бы я видел лик элуким», да, но надо сказать, что элуким, это не обязательно сам Кадош Бурухо, а его представители тоже в некоторых местах тоже называются элаким, значит, таким образом прямо сказано в Таре, что это был не просто человек, хотя он называется Иш, а он являлся, у него был какой-то лик элуким, Гараши говорит следующее, дальше, вот это интересно, мы не знаем, что это слово в Явек, и вы должны поставить себя на место современников Раши, они не знали, что этот глагол Алев Бейт Кув означает, непонятный глагол, нигде в Таре он не встречается, только в этом месте, поэтому он говорит Явек, В Явек, а главное, что это глагол Алев Бейт Кув, посмотрите, как он разгадывается, надо разгадать его, что это значит, что он делал там, ну, когда мы сейчас читаем, мы говорим, он боролся с ним, а это не так просто, да, потому что слово Авак никому не известно, сейчас мы говорим, Авак это пыль, это все производное, говорит следующее, Менахам, а Менахам, когда Раши говорит, Менахам имеется в виду, Менахам, подождите, Беевак, В Явек, Иш, Имо, это посук, посук Кавей говорит следующее, Бееватель Яковлева Адо, В Явек, Иш, Имо, что это за Явек, да, я говорю, просто отталкиваясь от того, что люди, которые знают иврит, говорят, ну, понятно, Наявак боролся с ним, совсем не так просто, это изобретение, можно сказать, Раши и других комментаторов, Менахам, Менахам, Бен Сарук, это было современие к Раши, как вы знаете, время Раши, это 11 век, это было развитие теоретической грамматики иврита, вот до этого люди говорили, не задумывались, параллельно, и у арабов тоже начинается формулировка правил арабского языка, правил грамматики, то есть люди говорят, не задумываются, вдруг что-то случилось, где-то в 10-11 веке стали писать учебники грамматики, как правильно строится предложение, синтаксис, взаимосвязь между словами, и параллельно с этим и у евреев тоже появилось, как вы знаете, Раши жил в Эрот-Исраэль, примерно в это время, Менахам Бен Сарук переш, бит аппер иш лашон авак, а он говорит просто так, вот Менахам Бен Сарук говорит, авак, это известно, это пыль, но что, пылил человек, он говорит, витапер, слово афар, это тоже пыль, вебер иш лашон авак, шаю мали мафар берглеем, что они делали какие-то движения, при которых поднимали пыль ногами, понятно, это какое-то очень интересное образное описание схватки двух людей, когда они борются на земле и поднимают пыль ногами, а ледей наануим, поскольку они качали друг друга, так вот они берут друг друга, и вот в результате этого они ногами загрывают песок, и поэтому получается ваявек, поднимают пыль, влонире, шуулашон, вейткашер, влашон арамигу, а он говорит, мне это не нравится, это неплохое объяснение, я считаю, что слово ваявек, это вообще арамидский глагол, и означает связался, вейткашер, ну вейткашер, мы знаем, тикшор это связь, но это современная связь, а в целом кешер это просто связь, любая связь между людьми называется кешер, или, скажем, петля на веревке тоже называется кешер, говорит раши так, вейткашер лошон арамигу, а бетар, вея вку, бей, вея виклея, мейбак, лошона нева, если он говорит, есть такой глагол, мейбак, означает галстук, завязанный, знаете, вот когда вы завязываете галстук, мейбак, а там тоже андис? Вот, а там нету, вот вы придирчивый товарищ, вот, Рашид Руль творил, он нашел слово мейбак, беткуф, лошона нева, а мы потом, самое, мы знаем, есть еще одно значение, обниматься как будет, лехабек, то же самое, тоже корень беткуф, беткуф, да, лошона нева, шекендерах шнаим, шемитацмим, лапиль иш етрегу, он говорит, так два человека, когда один старается повалить другого, да, шеховек, да, когда он ховек, он обнимает, один другого обнимает, да, и, да, веовко, без рота, во-первых, пишу разаль, шугу, сароша лейсав, а мутрии сказали, что это был сарвейсав, то есть, как мы видим, на самом деле, как бы там ни было, как Минахам бен Паруш, бен Сарук, и Раши, они примерно, описывают ту же самую сцену, просто, да, о том, что люди схватились, держали друг друга крепко, да, один просто говорит, Минахам бен Сару говорит, что из-за того, что они поднимали пыль ногами, когда они боролись, был авак, вот, и поэтому называется, поднимали пыль, вот, а он говорит, нет, Раши говорит, это они обхватили друг друга, и вот это самое, то, что они хватали друг друга сильно, это как раз, как соответствует еврейскому понятию, лехабек, обнимать, а вот на еврите, на арамите, это означает, выябек, ну, как бы там ни было, говорит, говорит, теперь, ссылается на хазар, где это у нас хазар, это Масехен, говорит, Масехен Саден-Дрит, это Раши ссылается, или это? Раши ссылается на Масехен Саден-Дрит, страница 63, это самое гимель, там сказано, ахарэши ниткашру, да, выявку, мейбак, да, два значения, в любом случае, они между собой боролись, и теперь, вот, здесь Павел очень интересно сказал, что этот был Малах, это был Малах Гавриэль, и это разумно, он сказал очень правильно, потому что это, как бы, борцовые качества, да, говорит, самое Малах, ну, в общем-то, это интересно, вот, но, как бы, наши первоисточники, говорят, что это был Михаэль, почему Михаэль, как мы знаем, это, коэн-гадоль, бейт-мигдаш-эль-мала, да, а? А почему же он называется Сарош-эль-Сар? Вот в данном случае, он представлял его интерес, это большая проблема, большая проблема, вот у нас есть книга, раба Илья Алкитова, Паршат Шавуа, он однозначно говорит, что это Михаэль, и откуда, это, это хороший вопрос, я тоже, как бы, его поставил, вот у вас, как бы, впереди все еще, исследовать, расскажите мне потом, когда начнете это исследовать, почему они считают, что это Михаэль, но Михаэль, как вы знаете, проявляется только, вот главное, на одном примере, когда, на одной ситуации, когда вдруг, Малах этот взмолился и сказал, отпусти меня, да, и так говорит уже, это медвеж Бариши Траба, говорит, что гиазман, ки лусей, ле калес, ле кадош буруху, я, говорит, пришло мое время, воспевать Ашему, очевидно, бейт-амикдаш и шелмала, а кто это, коэн-гадоль, который может это воспевать, это Михаэль, вот отсюда происходит эта идентификация, что это Михаэль, но, возможно, я вот посмотрел у Рава Аляукитову, он вроде других названий малахи мне приводит, и вообще не объясняет, действительно, это как бы противоречие, вроде бы, малах такой нехороший, вот, а вдруг это Михаэль, да, а коэн-гадоль, бейт-амикдаш и шелмала, но поставите, совместить, я думаю, да. Рафесов, в книге Даниэля написано, что Михаэль, он сар Ам-Исраэль, он сар народа Израиля, он покровитель, покровитель Якова, да, но, видно, сказано, что этот Михаэль, он говорит, я служу в бейт-амикдаше, наступила заря, сейчас начинается служба в бейт-амикдаше, шелмала, поэтому я должен отпусти меня, да, вот, как бы, я согласен, я просто... он был как спарринг-партнер, он просто с Исавом Борозом, вместо, с Яковом Борозом, вместо Исавом. Да, было испытание какое-то, да, по-моему, это правильное, возможное объяснение, что это был Саро, как бы, пришел дружеский, Малах, но, в любом случае, он сказал Якову, приготовься, у тебя будут тяжелые испытания, вот мы испытаем тебя, так, вот, в любом случае, вы правы, я рад, особенно, за Александра, что он так помнит точно это место у Даниэля, но здесь, вот, все можем посмотреть, как это говорит, Равель Аукитов, говорит на этот счет, он говорит, вот из Даниэля, да, как раз приводит, я один из первых, Малахима Кадошбуруху, ты меня повалил, ты меня победил, и ты еще боишься Исаву, вот, как раз, интересно, да, такой консекс говорит, тетя боятся Исава, даже если меня ты одолел, да, то есть, вот, как бы, очень интересно, тут, как бы, знаете, аберрации, это некоторая физика, какое-то некоторое, смещение понятий, да, что возможно, что действительно, по этим комментариям, это было просто испытание, боем, сможешь ли ты победить Исава, победила, он говорит, Михаэль, победил меня, значит, таким образом, говорит, Амар Абитарфон, тоже это из первых, это из Амураим, Ло Айяло Ршут, или Михаэль, Азуз, мим кому, аджентал Яков Ршут, вечная Марва, и Маршала Хани, ки Алла Ашаха, настолько, что Яков ему разрешил уйти, да, он сказал, отпусти меня, потому что наступает заря, я должен служить, быть на Микдаше, и он говорит, Яков, Айвину сказал, ладно, хорошо, ты можешь идти, смотрите, Яков имел власть, гораздо большую, чем этот Малах, и как вы знаете, вы все читали книгу Таня, вот Несс читал книгу Таня, правильно, там говорит, а Балатания говорит, что Малахим называются стоящими, Омдим, почему, потому что у них есть одна функция, а человек называется Меалхим, ходящие, потому что они от состояния простого человека могут перейти из промежущее состояние, пройти мимо Малахим и подняться до Кисаакавод, а Малахим это не могут, да, вот как раз на примере Якова, не всем это дано, но как мы видим, что есть такая возможность, что эти Малахим, что человек больше Малаха, он решает, хорошо, отпустил его, да, вопрос, о чем написано, что вы, игады, икап, ия, икап, да, вот здесь это, конечно, тут есть много противоречий, я согласен, вы как бы, я мог бы вам наговорить много, да, но в первоисточниках ответа на это нет, в самых первых источниках ответа на это нет, причем, более того, если мы идем по линии того, что это был все-таки Малах, Шала, Исаав, объясняется, что сделала Исаав, да, что значит Каф, Каф, Ерехо, правда, мы обычно это говорят, что это было связано с его бедром, Ерах это, это, это бедро, но, есть, где это, то я скажу это от себя, он говорит, значит, есть мнение, что на самом деле, так же, как говорит Авраам Авину Элазару, положи мне руку под бедро, Элезу, а что он имеет в виду, близко к Бриту, Бритмиле, потому что, если клясться, надо клясться на что-то святом, а единственное святое, что было тогда, это был Бритмиле, Элезар тогда поклялся на Бритмиле Авраама, и так же тут, поэтому на самом деле, что хотя он коснулся Бритмиле, на самом деле, он коснулся, как бы, это Исаав, коснулся источника продолжения рода, источника продолжения рода Якова, для того, чтобы нанести, да, Исаав, для того, чтобы у Якова были бы нехорошие потомки, и вот, если вы говорите Троцкий, вот, пожалуйста, да, есть какой-то ущерб, Троцкий, Бродский, знаете, да, нанес ущерб, да, Бродский, это был такой поэт, когда говорил, я еврей, но русский поэт, это ущерб определенный, да, да, он говорил, я еврей, не скрывал этого, да, но я русский поэт, хороший человек, но для еврейского народа это недостаточно, были многие, как бы, гораздо более худшие, вот, то есть, говорят фактически, что нанес ущерб по, в районе, самое, Бекаф-Ерехо, Каф-Ерехо, здесь прямо говорят, Раша говорит, это кулит, да, не ради кулита, там, как показывают, есть рисунки, которые показывают вот это сложное сплетение, когда сустав входит в бедренную кость, да, позволяет движение, это называется кулит, кулит, и это называется Каф-Альшем, Шебасар, да, то есть, там он говорит, Каф-Ерехо, имеется в виду, что это, там есть как будто бы сумка такая, да, как бы, когда сустав бедренный входит в эту кость, да, он облегчен вокруг сумкой такой, да, это называется Каф-Ерехо, то есть, вот как бы здесь, как вы видите, много противоречий, поэтому вы можете взять любое из этих объяснений, да, потому что в целом, вот тут очень важный, важный смысл получается, во-первых, следующее, обратите внимание, почему Малах этот, не хочет благословлять Якова, он же его не хочет благословить Якова, потому что он ему говорит, так говорит Медраж, ты скоро с тобой будет говорить Ашем, он тебя будет благословлять, да, зачем тебе нужно мое благословление, Ашем тебя будет благословлять, а Яков говорит, нет, ты меня благослови, зачем это нужно, потому что, если это действительно по этой версии, что это Малаха Исава, он должен признать правомощность, брахот, который дал Исаак Авину, ему, Якову, да, поэтому, как бы большая браха, и настоящее имя, в конечном счете, Яков Авину получает от Кадош-Буруху, а в данный момент, он тостно признает, что все были брахот, вот, и поэтому говорит Раши, тоже это посух Кавзаин, Берахтани, я тебя не отпущу, ким Берахтани, пока что ты меня не благословишь, хора ли, аля брахот, шеберхани, ави, шаас, ше Исав, маарер-рехен, он говорит, признай, о да, модэ, это как бы, модэ они, признай, утверди, все брахот, которыми, у меня благословил отец, и в отношении которых, Исав, как бы, выступает, и высказывает, как бы, недовольство, таким образом, вот, здесь, по сути дела, когда мы говорим о том, как Аяков воспользовался, двумя, по сути дела, две ситуации, первое, когда он, как бы, купил первородство, у Исава, и второе, это когда он получил, брахота, от Авраама, авину, да, сейчас он получает, окончательное подтверждение, здесь, это место, теперь, как бы, все стало на свои места, сказал, Сказано, как результат этого настойчивого требования Якова. Медраж Агада говорит, вот это как бы заключающее, значит, мы говорим, есть две ситуации, когда Исав не совсем как бы сознательно отдает ей бараход, а вот уже в этой сцене есть окончательное утверждение правомощности этих бараход на основании Медраж Агада. И дальше у нас идет еще очень важная сцена, но я хочу вас сразу отоснать к повторной этой ситуации. И теперь скажите мне, а какую большую браху получил Яков, в какой ситуации он получил ее, когда Яков, когда Исхаковину благословлял Якова вот там в этой ситуации со Снезью? Нет. Когда он прощается, когда Исхаковину уже отправляет Якова в Харам, вот тогда он ему передает браху Абрама, настоящую большую браху. Да, но говорят, это самое, как Медраж говорит, что чего он самое поцеловал, на самом деле я хотел его покусать. Знаете, это самое, посмотрите, это Медраж, мы до этого не дойдем, но я хочу здесь еще вам снова. Вот это очень важный момент, который надо помнить. Было в этой сцене с прощанием, когда Яков вынужден уйти и отправляется в Харам, есть две брахи. Первая браха, которую дал он Металла Шамая, Мучмэне Арыц, Ему Шавха, это первая браха, которая прямо в этой сцене, а большое браху сказано, да, когда он прощается и говорит, уходи, потому что он уже как бы принимает слова Ривхи, объяснение Ривхи, почему надо уходить, потому что он говорит, я не хочу, чтобы ты здесь остался и был знаком с этими местными девушками, иди и найди там у моих родственников, найти себе девушку, и тогда он ему дает браха, бирката Абрама. Это просто фактически надо знать, что есть две брахи. И вот здесь то же самое, сперва Малах Исава уступает и признает правомощность той брахи, которая, казалось бы, раньше в предыдущих сценах Яков Улкин незакона, теперь, после этого, сказано, где это место. Вот это я вам, наверное, уже не найду. Где встреча с Сашемом? Да, вот. Нет, тут я не запомнил, где это место, вы это найдете. Потому что второй раз уже Ашем повторяет эту же самую браху Якову. Вот это я не найду вам, это вы сами найдете. В любом случае, то, что я хотел показать, это присутствие Якова-1 в двух мирах. Он с такой же легкостью общается и борется с Малахим, как бы это ни было, это был Малах Михаэль. Но вот по всему источнику получается, что это был Малах Михаэль. Тут, правда, у раба Илья Аукитова есть проблема, он не дает точного указания источников, это у него в конце этой главы все эти источники. Ну, надо полагать, что это или же источник из-за Медраша, или из Гемары. Он говорит, Амар Лифанав, Медраш говорит, когда Ашем упрекнул Михаэля, «Что же ты сделал моему сыну-избраннику Якову?» Амар Лифанав, лехватхаасити. Амар Лифанав, маасав тье мемуна Аллах, мяакшав тье мемуна Аллах, вальзару, отцов, коль дарот. Вот, может быть, это ответ на вопрос, который поставил Александр по поводу Даниэля. Говорит, здесь, в этом месте, в этом месте именно, сказал ему Кадош Бурху, «Отныне ты будешь отвечать за них, до конца всех поколений Михаэль». Поэтому сказано дальше у Даниэля гораздо позже, что с этого момента он стал опекуном народа Исраиля. До этого он был Коэном, Коэн-Гадоль. Вот эти цитаты сейчас из Даниэля. «Уктив кими гой-гадоль». «Яво-гадоль в Ямод-аль-гадоль». Придет Коэн-Гадоль, Михаэль, и он будет защищать великий народ, народа Исраиля. «Ким гой-гадоль». И так далее подобное. Вот, пожалуй, благодаря вам я стал копаться и нашел как бы объяснение этому вопросу. Вот это проход, который в конечном счете. И вот здесь я должен все-таки напрячься. Вы должны мне напрячься. Здесь еще есть один важный момент. Еще одно имя Ашема, которое появляется, потому что до сих пор мы встретили себя в этой главе с двумя именами Ашема. Элуке Абрам, Элуке Исхак и Ютке Вавке. И еще здесь появляется имя Кель-Шадай. Как мы знаем, уже мы учили. Кель-Шадай – это который меняет установленные порядки. Не создает ничего нового. Ютке Вавке – это сила, которая творит совершенно новые вещи. А здесь, во всех этих эпизодах, действует Кель-Шадай. Сейчас я быстренько посмотрю. А вот, да. Я отметил это. Это у нас тоже Перекламед Гей, 35-я глава. Посылки удались. Давайте найдем это место. Это рассказывается, этот Перекламед Гей у нас рассказывается так. И отправился «Перекламед Гей». Говорится так. Я вам скажу, быстренько прочту это на иврите, поскольку у меня, как у Михаэля, тоже время истекает. И мне приказано прекратить мои песни. «Иди отправимся к Бетелям, мы знаем, что Бетель – это название, хотя это не тот Бетель, который сейчас у нас, а Бетель – Дом Божий. Вешав шама, пасэ шама мизбеях, лэля нирайла». Поскольку, знаете, вот это как бы там трудность в предыдущем Переке. Что это было за Бетель? Он сказал, это Бетель. Объясняют мудрецы, что это не был Бетель-Луз. Тот Бетель, который сегодня находится на карте, это примерно в районе города Луз. А есть еще одно название, они совпадают в этом смысле. Бетель, о котором говорится здесь в Аваишлах, имеется в виду Ара Мурия. Дом Божий. Бетель – это Дом Божий. В имраку «Эль бейтовээль коль ашэр имо хасыру этэлуке анехар ашэр бетуххэм бетару бетахлифу симнотихэм». Поскольку они идут сейчас на Ара Мурия, он сказал, все, снимите все одежды, в которых есть какие-то элементы Абуда Зара, помойте ноги. Да, вот как это всегда мы, когда идем в бетамидраж, в бетакнесет, мы всегда стараемся получше одеться. Ребят, ни в коем случае, когда вы идете в бетакнесет, даже здесь в бетмидраж, сделайте что-то небольшое, чтобы было видно, что это вы готовитесь к чему-то. Ну, понятно, как минимум, сделать началат ядаем, а может быть, если у вас какое-то более приличное платье, есть люди, которые ходят в коротких штанах, заходят в бетамидраж. Нельзя просто так с кровати встать, быстренько там и побежать в бетмидраж. Это беталуким, бетмидраж мят. Венакумаваналэ бетэль, басэ шамам избэях леэль, поднимемся в бетэль, арабайт, сделаем там избэях, леэль, потому что ведь Яков Авин тогда в этой сцене, когда он видел эту лестницу и прочее, он сказал, вот это камень, который самый на этом месте, я сделаю в бетамидаж, буду служить там. Бьем цараты, вие имады, бадерах ашер анахти, и так далее. Витнуэль Яков и тколь элуке анехар, и все эти домочадцы, все эти многочисленные сопровождающие лица Якова отдали ему всякого рода предметы, которые не имели отношения к служению Ашему, чужие предметы, да, вот, как бы надо было, когда будет настоящее у нас здесь еврейское государство, у всех Алим, Хадашим будут отбирать, в Бен-Гурьоне будут отбирать предметы, которые не имеют отношения к еврейской вере. Все там в свое время возили там и Ленина, сейчас можете купить в библиотеке, я самая в букинистических магазинах сочинения Ленина, были люди, которые возили с собой сочинения на русском языке. Все это самое это вот Дазара и говорит, И после всего, что произошло, это уже был не просто Яков, это был Яков, над которым было опеком Михаэля, Исения Ашема, и весь, все, что, вся округа дрожала от Собой имени, что движется мощное воинство, Божье воинство Якова. Вот здесь снова идентификация двойная, и вот, здесь говорится дальше, по сути Тед говорит, Вера и Луким Ильяков, от Мивопадана Лам в Ибрахуто. Вот главная браха, заключительная браха. Там это была браха промежуточная от Малаха Исава. И Малаха Исав поэтому не хотел ему благословлять, или Михаэль, да, он не хотел его благословлять, потому что он знал, что сейчас в Бетеле будет заключительная браха. Но тем не менее, как мы уже поняли, ту браху он должен быть только для того, чтобы подтвердить свое право. Права здесь, это утверждающая браха. Это очень интересная вещь, которая на самом деле и мной тоже до конца не исследована, ведь на самом деле он ему говорит, имя твое будет Исраэль, да, а Исраэль это значит, как говорит Маараль, в тот момент, когда присоединили к имени Якова имя Ашема, это народ Израиль стал непотопимым, непотопляемым. Никто его уже не может, потому что если ты выступаешь против народа Израиля, ты выступаешь против Ашема. Поэтому говорят, кто-то выступает против народа Израиля, он выступает против Творца. Он говорит, и тем не менее, он не называет себя, вот там он назвал себя четырехбуквенным именем, а здесь он называет Ани Кель-Шадай. Праурва, Гой Гадулю Кой-Мэм, то есть, когда мы узнаем Кель-Шадай, это значит, что все, что здесь будет происходить с собой, не требует особых чудес. Ты будешь зажаться, ты будешь великим народом, ты будешь владеть этой землей, и для этого не надо ничего, никаких-то специальных изменений, потому что, если бы надо было что-то новое сотворять, тогда бы появилось имя Ют-Кей-Вав-Кей, а здесь имя Шадай, потому что эта земля, да, она уготована заранее, согласно законному творению, так это должно быть, понятно, да, это разница, то есть, если бы сейчас нужно было какое-то друг новое творение, сейчас ты, Яков Абинов, пришел, я превращаю что-то особое, что не было до этого, появилось бы имя Ют-Кей-Вав-Кей, он говорит, Эль Шадай, и так объясняет Раши, почему только имя Шадай, что они кидали варех, что беркато, что обракот шили, Шадай от слова, как вы знаете, дай, да, по-русски дай, это давай, а на еврейте дай, это достаточно, да, когда самое, самое, мы поем на, на, в пасхальном цели, дай, дай ей, да, и так объясняет так, мы говорим по-русски, мы говорим так, во-первых, мы тебе благодарны за то, что ты нам дал, да, 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 каждая вещь, которую нам взял, да, 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 еще хотим, еще, да, да, говорим то да, вы Максимот, в любом случае, здесь он говорит, ша они кидали варех, моя браха, он говорит, она достаточно весомая, ша обрахот чили, все обрахот, которые я тебе дал, на уровне шадай, они весомые, и они реализуются, и не надо никаких новых, то есть снова, потому что, это изначально было сотворено для этой цели, поэтому никаких новых здесь изменений, новых каких-то творений не потребуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова